Привет, я Энни Мэджик, и со мной тут мои самые разные питомцы. Я надеюсь, вы нас еще не забыли. Да, мы с пушистиками немножко пропали из онлайна, потому что... И ролики, да, я согласна, на каналах редковато. Просто этим летом все происходит, очень много встреч именно вживую. И сейчас я хочу с вами кое-чем поделиться для меня безумно важным, а потом будет хрю-хрю, хэштег Мэджик Хрюк. Я недавно была на первой смене в летнем творческом лагере «Звучи» в Сочи. Меня хотят украсть! Меня хотят украсть! Если ты даже не хочешь поднять на самый высший уровень свои навыки в танцах, пении, актерском мастерстве, начать становиться видеоблогером, то ты должен приехать сюда. И даже не ради нашей встречи, ради вот этого. Это же просто невероятная красота. Спасибо! Так как нас очень много, чтобы не передавать каждому привет, мы решили просто все вместе закричать привет из лагеря «Звучи» всем мэджикам мира! Мы сейчас все будем кушать, у нас обед. Давайте, раз, два, три! Привет, я машу вам ручкой. Вторая и третья смена будут проходить немножко в другом месте, в горький город, в отеле «Горький арт». Поверьте, там будет очень-очень круто! Так, чем же мы занимались именно в первой смене? У нас проходил первый мастер-класс по видеоблогингу, простите. А потом ребята разбежались и снимали везде свои первые самые ролики! Какой прикольный черный шарик! И мы их будем смотреть здесь все вместе, как в кинотеатре, реально! Мне кажется, это очень круто! А вот в этой второй смене мы вместе с мэджиками будем снимать совместный клип! Ааа, я даже поверить себе не могу! Кстати, вы еще можете на нее успеть, потому что есть сокращенный заезд 8 июля, и зато он дешевле. Либо приезжайте 8 июля, либо уже на третью смену в августе. У ребят каждый день проходит очень много занятий самых разных. Но вот сейчас я как раз на одном из занятий. Белу гоняю! Это самое последнее! Син-син-син-син-син! ПОЁТ НА 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 ПОЁТ Я скажу честно, финальный мюзикл, который поставили ребята, это было так круто, что я просто не могла отвлечься ни на минуту и достать камеру, но зато были операторы и я думаю вы сможете увидеть полностью этот мюзикл позже Так что, ребятки, я жду вас на второй смене с 8 июля или на 3 смене в августе, поэтому обязательно расскажите родителям, а если вы взрослый, ссылку в описании на бронирование путевок я оставлю или же просто звоните вот по этому номеру телефона и задавайте все свои вопросы, которые вам нужны. а теперь хрюхлю и вот кто-то тут уже хрюкает необычный рядом со мной Ольга и мы сегодня в гостях у вот такого поросеночка, которого зовут Прайм, да? это мини-пик, ставьте лайк, если вы хотите эту рубрику, чтобы было побольше необычных животных, у нас, кстати, там сзади еще аксолотли, кто знает, кто это такие, и пишите в комментариях кого бы вы хотели еще в этой рубрике увидеть, может у вас есть какие-то прикольные предложения, про кого бы вы хотели, чтобы мы рассказали. почему мини-пик, почему вообще, как вообще в голову пришло завести поросеночка, можно его может отпустить, пусть побегает. Отпустим, чтобы он не нервничал, пошел. Ну, такой пошел. Своими делами. Пойдет он на кухню, скорее всего, это его любимое место. Вот, поскольку еда для поросенка, собственно, главный фактор. Покажем, как он кушает. Ну, завести, на самом деле, очень, я бы сказала, даже спонтанное решение. Наверное, как у многих, кто завел их вот в преддверии Нового года. Многие заводили бездумно, абсолютно, не понимая, что все-таки, ну, мини-пик не мини-пик, это свинья и… Есть свои нюансы. Есть свои нюансы, да, обязательно. Ну, главным образом они связаны с тем, что, в принципе, лотерея какой он вырастет. Реально, лотерея, никто не может гарантировать, что он вот там будет как собачка. Что будет маленький. Да, да, да. Это я уже, когда мы пришли, с Олей поделилась, что я искала мини-пигов. Я в инстаграме натыкалась просто вот на таких вот свинюшек. Да, да, да. Это мини… Причем это реально мини-пиги. Мини-пигом называют свиньи до 120 килограмм. То есть это… Ну, то есть то, что у вас 100 килограмм свинюшка весит, это все равно мини. Да, да, да. Это мини-пиг, хотя это, в общем-то, огромный там кабан. Ну, в рамках квартиры, естественно, это не очень удобно. Мы долго думали, обсуждали. Дети, конечно, ну, им все, пятачок. Да, да, давай, давай, давай. Мы хотим, мы хотим поросенка, хотим поросенка. Здесь на кухне была миска, вода, все. Да, да, да. Также он ест сейчас здесь, но просто миску мы убираем, потому что он переворачивает и воду, и свинячен. Ну, ну, да, да. Кто кушает поросенок? Каша, овощи, фрукты. Особенно он любит, конечно, каши. Когда мы читали вот еще… Он прям явно уже понял, что его сейчас будут кормить. Да, про питание. Ну, и, в принципе, мы смотрим в роликах, как поросята там морковку им дают прям целую, они ее хомячат. Этого особого овоща-то он не так… Ну, кашку подавай. Ну, поскольку все равно рацион должен же быть разнообразным, поэтому мы там начали уже просто в кашу ему добавлять овощи постепенно, снижать уровень каши, и добавлять овощей, чтобы как-то… Ну, и постепенно вводить там новые овощи. Он постепенно привыкает, вроде начинает их кушать. То есть, в отличие от многих наших других гостей, мини-пиги-вегетарианцы. У вас вот инстаграм. Где я вас нашла? Вы его инстаграм ведете? Да. Про жизнь, правильно? Так что, ребят, ссылка будет, если что, в описании. Подписывайтесь на него. Посмотрите, он хвостиком машет. Да, хвостик это делает. Ой, это так смешно. О, это так мило. А какой у него режим дня? Сколько он спит, когда просыпается вообще? Ну, вообще, подремать он любитель после еды. Ну, вот утром обычно дети там встают в школу, в садик. Он встает… Со всеми просыпается, да? Со всеми, да. Вот, если это выходной, мы там чуть подольше поспим, там часов до девяти, он тоже, в принципе, с нами будет. То есть, он примерно в вашем режиме следует, да? Да, да. А где он спит? Ну, спит в основном с нами. Вот. Ну, у него есть свое место, я покажу тоже вам. Это свинюшка, да? И у многих людей складывается, ну, стереотипное мнение, что они не чистоплотные. Там… Вот как с этим, да? Куда он ходит в туалет, пахнет ли он как питомец, как домашнее животное, запах? Насчет пахнет вообще нет никаких проблем. Ну, когда я тебя пойду. Первые дни, когда мы еще не определили туалетом, где конкретно это будет происходить. Вот. Мы не могли найти, где он вообще это делает, но тоже запаха нету вообще. Не знаю, не к столу будет сказано, но какашки не очень удобные. Убирать удобно, да? Да. То есть, есть ли у него какое-то конкретное место? Сейчас, в общем-то, на улице. Вот мы его выводим с утра и вечера. А, вы гуляете с ним? Да, да, мы гуляем. Ну, как бы хотелось бы приучить… С тобой даже гуляют. Да, хотелось бы приучить все дела делать на улице. Ну, пока он маленький, естественно, он писает. Он сам выбрал себе, в общем-то, место. Вот оно там. А, вот у него здесь есть лоточек. Пеленочка. Пеленочка. Да, пеленочка у тебя там есть. Но это здорово, что у него есть свое место, куда он уже ходит. Да. Ну, и вы сейчас, получается, приучаете его ходить на улицу, в туалет, чтобы он всегда, как бы, как собака, как научился ходить. Да. Ну, и, в принципе, это, как бы, возможно… Ну, он прям все там… И уже дайте мне поесть. В отличие, там, от собак, ну, которые там просят, ну, как-то… Вот это… Он прям требует… Он довольно-таки своенравный товарищ. Ну, и… То есть, он знает, что его в какое-то время кормят, и начинает уже ходить, ходить, искать, просить, да? Крюкать. Ну, таким уже, по видительному в холодильнику. А вот у него довольно необычный окрас такой. Да. Вот он… Мраморный, как будто. Мраморный, необычный. Обычно они, ну, какие-то вот… Рыженькие. Рыженькие, да. И черных очень много, я видела. Да. Вот у него именно такой необычный окрас. Кушает он, ну, так вот, полноценно, можно сказать, три раза. Угу. То есть, практически, как человек. Завтрак, обед уже. Ну, плюс, конечно, мы его там подкармливаем. Ну, яблочко там, что-то. Бананчик. Банан, вообще, это просто наркотик. Банан, это, наверное… Ради банана он готов на всё. Бананы очень любят, да? Да. Все чавки будут слышно. Мы за чавками, конечно. Мы до сих пор просто… Не можем смахать, смотри. Да, конечно, кушает он очень. Любит явно. Ну, причём с овощами ещё довольно-таки, можно сказать, долго он ест. Вот, если бы здесь была каша, это просто… Всё, уже за пять секунд, да? Он подлетает и сметает просто в момент это всё дело. То есть, кашу ты ешь быстрее, да? Тебя обхитрили сегодня, чтобы ты подольше покушал. Лапы разъезжаются. Ну, вот мы думаем, какой-то противоскользящий, наверное, на то ему коврик. Коврик какой-нибудь, да? Да, да, да. Потому что вокруг миски любитель поплясать. А вот смотрите, он сейчас покушает, да? И у него вся мордочка будет в этом. Он потом облизывает, как кошка или как? Или его надо умывать? Нет, он пойдёт её всячески везде там вообще вытирать, поэтому мы умываемся после еды. А, то есть мы сейчас умываем его, да, после еды? Да. Он не очень любит этот процесс, но куда деваться? Ну, а кто любит? Да. Вы его моете часто вообще? Купание в ванне там или как-то так? Моем у нас где-то раз в пять дней. А умыватель скажи, кто любит умываться? Умыва. Хрю-хрю-хрю. Умыва, опять мы будем пить. Вы гуляете на улице, на шлейке? Просто так отпускаем, да, он никуда не убегает. Единственное, ну, когда лето, мы уже прям будем мы с ним прохаживаться гулять. Он, конечно, будет на шлейке, потому что собаки. Чисто в целях его безопасности. Я могу сказать, что нам повезло. Не знаю, как другие там хрюшки, но... Он послушный вообще. Мы реально рады, что именно вот его мы завели. Счастливые хозяева. Он вам должен удачу привезти в 2019-м, да? Ну, надеемся, да. Это же твой год. По крайней мере, да. Твой год. Много радости нам, положительных эмоций. Это, ребят, к теме очеловечивания. Свинопапа, свиновама. То есть все равно, когда кто-то заводит какого-то питомца, они начинают родителями себя чувствовать и говорить, мама, папа. Почему прайм? Прайм – это высшая степень мраморности мяса. А-а-а, все понятно. Так как поросенок у нас мраморный сам по расцветке, то мы его назвали праймом. То есть есть более низкая мраморность мяса – это select и choice. А самая высшая категория мраморности, повторюсь, это прайм. Вы повар? Да. Вы готовите? Ну, конечно. Вы поняли, зачем поросенок, да? Мы его очень любим! Да я шучу, шучу. Мы готовим для него. Вы готовите для него, да? У вас есть тоже какой-то кулинарный канал или что-то? Ну, в инстаграме, да, ведем блог. В инстаграме ведете блог. Вот. Он, на самом деле, у нас дегустатор. Ага. Вот. Например, он отказывается вот, знаете, вот эти вот красивые яблоки там. Да-да-да. Он их не ест. Он не ест. А-а-а-а. Даже как будто этого продукта даже нету. То есть скорее вы можете увидеть прайма там в роли дегустатора такого, да, кто проверяет продукты на качество. Разоблачение мифов. Разоблачение мифов. Поросята выбирают, что кушать в отличие от других людей, от нас людей. Да-да-да. На красивые яблочки не поведутся. А он играет чем-нибудь? Главное, конечно, его развлечение это копать. А, он копает? Да, он копает, естественно, как все хрюшки, наверное. Как-то приблизительно вот так вот происходит. А может он просится... Если на пятачок ему надавить, то... А может он просится погладиться? Нет-нет-нет. Вот именно копает, да? Копание, копание. Я думала, он копает лапами так вот прям. Да, первое время, когда дозволялось ему все, он перекопал. У меня тут просто все было синее. Серьезно? Потому что его вот так вот кладешь, он там начинает. Ну, вроде кажется, ну, что там, пятачком. Да. То есть пятачок у тебя такой сильный, да? Пятачок очень сильный. Ну, может, ты даже попробуй это так вот, если нажать на него, сопротивление. Ой, вообще прям такой твердый, правда. Шерстка прям такая жесткая такая у него. Жесткая, да, ну... А он любит какой-нибудь массажик, когда его гладят? Обожает? Да, да. А, банан. Там волшебный, волшебный фрукт. Волшебный фрукт банан. Наперстик сюрпризом. Так, в зеленом наперстке у нас банан. В остальных крышечках пусто. Давай его подержу для чистоты эксперимента. Развлечение московского поросенка. Кручу-кручу, обмануть хочу. Ищи, Прайм. Все. Все, так быстро! Все так быстро! Ух ты! Заложил. Быстро нашел. Ой, как мы любим банан-то! Ой, как мы любим банан! Определить он в чьей руке банан? Сейчас они немножко бананом пахнут. Обманка. Да, конечно! Слушайте, это получается у него такой нюх, да? Держи! Держи! Ой, вкусно! 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 Он такой тверденький! Прям вообще! Такой вот тверденький такой! Если рассматривать именно как животное для квартиры, вообще, по-моему, шикарно прям. Да. Единственное, вот... А вы, получается, единственное, ну, свинья! Что сделаешь, да? Если хозяева ушли, да? Он один. Что он делает? Спит обычно. Как собака, получается? Залезает так себе в люльку. Нет такого, что пришли домой, а дома разнос вообще? Нет. Пишут, что свиньи любители разносить тоже все. Но в нем пока мы не видим вот разрушительной какой-то силы. Ага. Он просто еще маленький. Ну, может, может быть. Кстати, по поводу размера. Как думаете, вырастет он очень большим? До 120 килограмм? Ну, до 120, я думаю, точно нет. Уйти. Потому что обычно, ну, такие, кто вырастают до 120, они в его возрасте. Ну, уже как-то видно. Двадцать половиной килограмм. Вот. Не боюсь. Его лучше, как ребеночка. Это самая комфортная для него поза. Да, вот так вот. У нас весит ножки. Так мы любим. Он легенький, вообще легенький. Он легче, чем мои собаки. Хвостик какой у него такой. Хвостик вообще, блин, я не могу. Такой маленький. Хвостик всех вводит просто в экстаз. Хвостик. 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 Потому что он еще им так машет, мило. А где у него? У него есть свое местечко, да, в доме? Да. Давайте посмотрим. Нам сказали, что вот это вот местечко его, он сюда сам. А как это он выбрал сам? То есть он здесь спать начал? Да. Он просто легкий. Вот эта вот штука, это вообще домик. Но как-то в домике он... Ну, может, ему одиноко там было, как-то не знаю. В общем, ему больше нравилось вот во что-то лечь. Укутаться куда-то, да? Куда-то укутаться. Ну, там под батареей он просто начал вот залезать туда. Ну, там как бы домик у нас там в другом месте. А, там еще батарея. Там, наверное, очень тепло. Да, они же тепло любят. Вот. И он просто не в домик туда, а он все время под батареей. Ну, как-то на пол. Сначала просто туда постелили. Ну, думаем, ну, может, там будет отдыхать днем. Вот. Но место ему очень приглянулось. И мы уже переместили сюда. Его лежал. Он туда забирается. Да. В одеялке закутывается. И там себе дрыхнет спокойно. Прикольно. Пойдем? Пойдем, Прайм. Пошли. Он слушает, понимает. Побежал. Пропустили момент, как Прайм пошел в туалет сходил. Он такой, ну что, я уже... Все. Сходил в туалет. Жду. Где еда? Я не знаю. Мы тут выяснили, ребята, что Прайм еще и слушается, оказывается. Команды слушает. Папа позвал, он пошел. Можно сказать, нельзя ему. Он понимает. Прайм, смотри, банан. Вот. Бананы на носках. Это какой-то обманный. Ай. Чав, чав, чав. Сколько стоил поросеночек? 30 тысяч. 30 тысяч. Это средняя его цена? Он был дешевый, дорогой или это вот примерно так и стоит? Бывает подороже, но в принципе это так. А сколько обходится? Просто мы вот всем задаем этот вопрос и проверяем. Содержание. Понятно, что никто не считает там идеально до копейки. Примерно хотя бы. Или хотя бы для себя вот это слишком много или достаточно? Да, вообще у меня с ценами... Ну, я считаю, что он обходится вообще в копейки. Ну, потому что, ну, та же каша там... Каша, овощи, да? Да. Ну, сами понимаете, там мешок каши, а ему это хватает, ну, там... Да, огромное количество. Не знаю, насколько им есть. Короче, недорого содержать мини-пига. А болеют чем-нибудь они? Конечно, болезни разные бывают. Вот, собственно, у нас была тут чесотка повальна. Чесотка? Серьезно? Ну, они вообще для хрюшек, вот, чесоточный клеш, это у них как хроническое такое журание. Ну, может, там обострясь, прививку им делают. Это у многих так животных домашних, да? Да, 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 вот. Ну, собственно, мы лечение под руководством ветеринара провели, и всё нормально, в общем-то. Давайте его отпустим, пусть идёт, и мы попрощаемся. Всё! Пока! Пока, Прайм! Прайм, пока! Пойду проверю. Ну, так ленивенько он. Так, ладно, пойду на кухню. Я надеюсь, вам понравился этот выпуск. Ставьте лайк, пишите комментарии, задавайте свои вопросы, голосуйте в опросики, подписывайтесь на канал, увидимся скоро в новых роликах. Спасибо вам большое, рада были побывать вас в гостях. Прям впечатлений очень много, кто там по кругу бегает. Всё, пока! Пока! Пока!